Здравствуйте! Это программа «Время закона» в студии Яростислав Билок. Всю неделю мы следили за правовыми событиями и чрезвычайными происшествиями в Орловской области. Подборку наиболее значимых из них для вас подготовил наш специальный корреспондент Иван Суверин. Вот главные темы этого выпуска. Ранение в шею, как итог пьяной ссоры, инцидент на улице 5 августа расследуют правоохранители. Хам, трамвайный, вспомнить старый термин заставили последние потасовки в общественном транспорте Орла. Мошенники стали на 255 тысяч богаче, столько же потеряла 89-летняя Орловская пенсионерка. Поспешила на переход и попала под авто. Характерное ДТП сезона случилось на улице Гагарина. Во вторник около двух часов дня на улице 5 августа произошла поножовщина. Кровь пролилась в ходе конфликта между двумя собутыльниками. В результате один из них получил серьезные ножевые ранения и угодил в больницу, а второй оказался в статусе подозреваемого. Наш спецскор Иван Суверин с места событий. Дом номер 16 по улице 5 августа. Бурые пятна видны везде. Кровавый след ведет изнутри здания и кончается у порога. Это следы оказания медицинской помощи сотрудниками скорой помощи. То есть мы сейчас делаем осмотр место происшествия, туда не лезем. Двигаться по кровавым следам криминалисты начинают в обратном порядке. С улицы в дом фиксируются все значимые для следствия детали. В помещении крови еще больше. Лужи есть и в прихожей, и на кухне. Что послужило декорацией для кровавой драмы, догадаться несложно. В доме видны следы пьяного застолья. 25 января 2022 года двое мужчин находились в доме на улице 5 августа, где распивали спиртное. Между ними произошла ссора, в результате которой один из мужчин нанес другому удар ножом. Мужчине было причинено телесное повреждение. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время производится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия, опрашивается виновник происшедшего. Пока многих штрихов в картине происшествия не хватает. Показания подозреваемого весьма сбивчиво. Возможно, мужчина еще в охмелю. Известно, что именно он вызвал скорую пострадавшему рану. По словам задержанного, он нанесся бутыльнику пальцем. Следователи поставили его слова под сомнение. На мастера кунг-фу подозреваемый не похож. Искать подлинное орудие преступления и восстанавливать картину случившегося правоохранителям пришлось самостоятельно. Ранение пришлось в шею. По словам стражи порядка, неотложка на место происшествия прибыла довольно быстро, за 9 минут. Как сообщили следователям и полицейским, врачи, забиравшие пострадавшего, артерия у него задета не была. А значит, шансы на выживание у раненого достаточно высоки. Как будет сформулировано, обвинение станет ясно, исходя из картины и последствий случившегося. От этого будет зависеть и мера пресечения подозреваемому. По аналогичному обвинению перед судом вскоре предстанет житель Болховского района. Первоначально уголовное дело по Ножовщине возбудило и расследовала местная полиция. Позже стало ясно, инцидент, случившийся в ноябре прошлого года в поселке Архангельский, попадает в подследственность СК. В ходе внезапно возникшего бытового конфликта мужчина нанес потерпевшему множественные ножевые ранения груди, шеи, верхних конечностей, после чего скрылся с места происшествия, опасаясь привлечения к уголовной ответственности за содеянное. Смерть потерпевшего не наступила ввиду своевременного оказания ему медицинской помощи. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурорам утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. И к преступлениям менее тяжким, но не менее вопиющим. Полиции предстоит разобрать сразу два факта мордобоя, случившиеся на днях в Орловском общественном транспорте. Одно из происшествий привлекло к себе особое внимание СМИ. Поборник антиковидных мер устроил в маршрутке драку с попутчиками, ехавшими без масок. Ты выйди! Потому что я еду по правилам, ты едешь не по правилам. По сути, этих претензий полицейские возражения не имеют. Ведь они и сами едва ли не каждый день штрафуют без масочников в автобусах и троллейбусах. Но вот средства борьбы с ковид-диссидентами мужчина избрал явно неподходящие. И для начала осыпал пассажиров бранью. И вот еще одна мразь без баски. Полмаршрутки мразей. Почему еще одна? Преодолев точку накала, поборник антиковидных мер и вовсе перешел в рукопашную. Теперь дебошир сам будет давать объяснение полицейским. В отдел полиции номер 3 по северному району УМВД России по городу Орлу с заявлением обратилась гражданка. Ее обращение зарегистрировано в установленном порядке. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, изучает видео, размещенные в сети интернет. Уже установлены и опрошены свидетели произошедшего. Процессуальное решение, говорят в УМВД, едва ли будет в пользу пассажира Дрочуна. Полицейские настоятельно просят Орловчан, независимо от их отношения к антиковидным мерам, выражать свою точку зрения, не теряя при этом человеческого лица. Для тех, кто скандалит в общественном транспорте, в советское время возник даже устойчивый термин – хам трамвайный. С двумя такими, правда не в трамвае, а в троллейбусе, на днях пришлось склеснуться сотруднику Росгвардии. Девушка в троллейбусе одернула двоих матерившихся грубиянов. Ответ не замедлил. Сделала замечание, чтобы все-таки как-то с выражениями был он поаккуратней. После чего я получила удар в лицо. Все, что дальше я уже помню, это как медики оказали мне помощь. Со слов очевидцев, на мое счастье, в троллейбусе оказался неизвестный мне мужчина, который заступился за меня. Ну и потом это выяснилось, что это был сотрудник ведомственной охраны Росгвардии. Хотя Росгвардеец и был вне службы, ему пришлось задержать обоих шалопаев и призвать на помощь коллег. Находясь в маршруте патрулирования, получили сообщение о дежурном, что в общественном транспорте, в троллейбусе, который движется по московскому шоссе, необходима помощь нашему сотруднику. Прибыв на место происшествия, нами были задержаны двое граждан, которые были доставлены в райотдел для дальнейшего разбирательства. Стражи порядка напоминают, правонарушения в общественном транспорте всегда на виду, а стало быть и наказание за них почти всегда неотвратимо. Участников потасовки на площади Ленина, случившейся в эти выходные, полиция также успела установить. Инцидент запечатлела камера случайного очевидца. На съемке видно, как группа молодых людей методично избивает лежащего на земле человека. Хотя экзекуция происходит в самом центре Орла, прохожие вмешаться не спешат. Лишь подоспевшие стражи порядка прекратили этот беспредел. Пеший наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции оперативно прибыл на место происшествия. Участников конфликта доставили в УМВД России по городу Орлу. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента. Действием его участников будет дана правовая оценка. Водителю, попытавшемуся подкупить Троснянскую госавтоинспекцию, вынесен обвинительный приговор. Автомобилиста с признаками опьянения прошлой осенью остановил начальник местного отдела ГИБДД. На просьбу пройти освидетельствование правонарушитель ответил встречным предложением. Злоумышленник, желая избежать привлечения его к административной ответственности, попытался дать взятку должностному лицу в размере 15 тысяч рублей за несоставление протокола и не привлечения его к административной ответственности в установленном законном порядке. Довести свой преступный умысел осужденный не смог, поскольку сотрудник ГИБДД от получения денежных средств отказался. С учетом мнения государственного обвинителя суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Еще одно коррупционное дело региональный СК завершил на днях. Речь о хищении бюджетных средств, осигнованных в рамках нацпроекта «Демография». Обвиняемая по делу проходила Орловчанка, возглавлявшая ООО «Орловский учебный центр». Ей инкриминировали мошенничество. В период с июля 2019 по июль 2020 года обвиняемая с использованием своего служебного положения обманом похитила бюджетные денежные средства в общей сумме 33 700 рублей. Они были выделены в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Тем самым обвиняемая причинила своими действиями Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области ущерб на указанную сумму. 225 тысяч рублей. Именно в такую сумму обошлась чрезмерная доверчивость пожилой орловчанке. 89-летняя пенсионерка стала жертвой социальных мошенников. Какова была криминальная схема на этот раз в региональном УМВД, выясняла наша съемочная группа. Как говорят полицейские, подготовку плацдарма жулики начали с телефонного звонка потенциальной жертве. В качестве наживки использовали обещание новых льгот. «Заведующий пенсионным фондом. Зовут меня Татьяна, отчество забыла. Вам предоставлена помощь. 3 тысячи с февраля месяца положена вам оплата за лекарства, которые вы пьете. Какие дорогие лекарства вы все напишите». Когда мошенники поняли, что бабушка повелась, то резко сменили тему беседы. «Есть у вас купюры пятитысячные. Идет обмен этих денег. Сейчас к вам приедет девушка, перепишет купюры ваши, вы приготовьте». У Порога вскоре действительно возникла визитерша. Вот только с ее уходом из квартиры улетучились все сбережения. «225 тысяч. Я их храню, всю жизнь собирала, экономила. С каждой пенсии откладывала по 5 тысяч». По словам полицейских, люди советской закалки в лапы мошенников попадают чаще. Доверять окружающему через детство. «Сотрудники полиции просят граждан быть предельно внимательными при общении с незнакомыми людьми, как лично, так и в телефонном режиме. Не доверяйте информации неизвестных об обмене старых денег на новые и не впускайте их в жилище. Не демонстрируйте места хранения сбережений, а также имеющиеся денежные средства. Помните, что обмен купюр в настоящее время не производится. А другие операции с билетами Банка России никогда не совершаются на дому». Потерпевшая призналась, о происках аферистов слышала не раз. Вот только упоминание пенсионного фонда ее напрочь заворожило. «Слышала, и дочь ругала меня, не открывай никому. Но она же представила, что из инстинкционного фонда, я же доверилась». Сейчас полицейские принимают меры к поиску преступницы. «Брови были с подшапки видны или нет?» «Да, наверное, были видны, да. Вот, мне кажется, прям вот портрет». Как говорят в региональном ОМВД, раскрывать такие преступления крайне непросто. Это потерпевшие, а это, как правило, пенсионеры, зачастую не могут дать следствию нужных сведений в силу слабеющего зрения и нетвердой памяти. Тростнянские полицейские изъяли у местного жителя более полукилограмма травки. Полицейским задержанный сообщил, что нашел делянку дикорастущей конопли и решил ею основательно запастись для личного потребления. В ходе обыска хозяйственной постройки гражданина 1999 года рождения оперативники обнаружили на чердаке части растений. Также на веранде нашли сверток с высушенным и измельченным растительным средством. При себе гражданин также хранил пакетик с веществом предположительно наркотическим. Обнаружено, изъяли и направили на исследование ВКЦ регионального ОМВД. Проведенное там исследование показало, что эта марихуана общей массой порядка 523 граммов. Вечером четверга немолодая женщина-пешеход угодила под легковую иномарку. ДТП случилось в заводском районе на перекрестке улиц Песковской и Гагарина. Обстоятельства и предпосылки происшествия в нашем репортаже с места событий. Вечерний час пик. Сумерки. Дорога расчищена, но до конца удалить снежный накат с асфальта коммунальщикам не удалось. Участники движения, определяясь к цели, увлечены каждой своими проблемами. Такими, по словам полицейских, были декорации к дорожной грамме. Водитель автомобиля Toyota Corolla двигался по улице Гагарина со стороны улицы Городской в направлении улицы Нормандия-Ньяма. И в районе дома 93 по улице Гагарина совершил наезд на пешехода с 1963 года рождения. Которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулированному пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получил телесные проеждения. И корректно-скорая помощь доставлено в медицинское учреждение. По словам автомобилиста, женщина-пешеход, выходя на дорогу, в безопасности перехода не убедилась. Из-за резкого торможения машина вышла из-под контроля. Я ехал со стороны Лесторговой. Ну и на пешеходе женщина переходила. Стали пропускать, и я начал тормозить. Машину юзом повело, я сбил женщину, зацепил. Машина впереди меня, я чуть подальше машину начинаю притормаживать, ее юзом посоль. Повело, я ее сбил на пешеход. В ГИБДД поясняют, хотя пешеход и имеет на переходе приоритет применяться к условиям зимней дороги в его интересах. Порой это вопрос выживания. Ведь в холодное время сцепленные свойства колеса дорожного полотна кардинально меняются. Инспекторы напоминают пешеходам. Зимой тормозной путь автомобиля возрастает вдвое. А антиблокировочная система машины может дополнительно увеличить это расстояние. Чтобы избежать наезда, советуют в госавтоинспекции, пешеходам надлежит везти себя на дороге максимально предсказуемо. И использовать свое преимущество в движении, лишь когда это безопасно. Происшествия последних дней серьезные и не слишком. Орловчане активно обсуждали и на просторах интернета. Какие темы вызывали у них интересы, какие возмущения в нашем еженедельном обзоре социальных сетей. Отдыхающий приобрел в аптечном пункте санатория медицинский набор. Выдать чек продавец не захотел, а забрав товар назад. Автор предположил, что набор на самом деле подлежит бесплатной выдаче и вызвал полицию. Закрывать его надо. Смотрите, как она вырывает этот пакет из рук. Дожимайте их до конца, не оставьте это безнаказанно. Место столкновения двух легковых аномарок у северного въезда в Орел попало на регистратор. Комментаторы не заставили себя ждать. Обсудили и ДТП, и автора ролика. Живые хоть. Если были пристегнуты, то максимум испуг. Лучший снимай. Камеру протри. В соцсетях появилось видео из обличения карманника. Щипач стащил телефон у попутчика в маршрутке. Однако молодой человек хватился пропажи и задержал бора. Молодец, молодой человек. Парняга улицей живет, простите хулигана. Не фортанула. Орловская полиция подвела итоги своей работы за истекший год. На расширенной коллегии ведомства с участием руководящего состава ОМВД коллег правоохранителей и областной власти озвучили основные цифры, с которыми стражу порядка окончили 2021. Услышанные мы обобщили в нашем сюжете. В среде орловских силовиков региональная ОМВД традиционно первым подводит итоги года. А от статистики полицейских во многом будет зависеть отчетность других правоохранительных структур. Одним из главных итогов года в руководстве ведомства считают растущее доверие орловчан к органам правопорядка. В ОМВД поступило более 140 тысяч заявлений, сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, что на 4,2% больше, чем в предыдущем году. Контроль над криминогенной обстановкой – еще один положительный результат. Весь прошлый год кривая криминальной статистики медленно, но верно шла вниз. Количество административных преступлений уменьшилось на 4,7% и составило 8151. Впрочем, простым год для полицейских не был, а самые заковыристые уголовные дела вынудили просить помощи у столичных коллег. Таким было расследование убийства школьницы из Легочинского района. Подробности громкого дела стали известны далеко за пределами региона. Раскрыто вызвавшее широкий общественный резонанс убийство малолетней Гнедовой, 2012 года рождения, которое 18 июня без вести пропало в селе Казарь-Залегочинского района. Жесткий контроль за дорожной обстановкой позволил полицейским встретить 2022 год с положительной динамикой. Количество ДТП с пострадавшими снизилось на 12,2%, в которых погибло 70 граждан и 886 получили ранения. А число ДТП с детской гибелью полицейским и вовсе удалось сократить в шестеро. Единственный перескорбный факт случился весной в Покровском районе. Весь год сражи порядка не давали спуск не трезвым автомобилистам. В итоге число пьяных аварий удалось сократить почти втрое. Хочу поблагодарить руководство и личный состав управления Министерством внутренних дел Российской Федерации по Орловской области за профессиональную работу, добросовестно и ответственное выполнение служебного долга на благо Орловщины и ее жителей. Во второй части участники коллегии заслушали доклады с мест, а также назвали лучший территориальный орган полиции. По итогам 2021-го им стал Дмитровский ОМВД. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Редакция программы «Время закона» следит за самыми резонансными событиями. Узнать больше вы можете на нашем сайте obl1.ru. Там же, кстати, имеется кнопка вызова съемочной группы Первого областного. Наш телефон для связи 76 10 28. Берегите себя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин